Более 20 лет прошло с момента принятия резолюции «Женщины миробезопасность», которая должна была снизить конфликтный потенциал в мире и усилить роль женщины в постконфликтном восстановлении. Однако глобальные тенденции демонстрируют неутешительную картину и дают пессимистические прогнозы на будущее. Доверие вытесняется к конфронтации, диалог обвинительной риторикой, раскручивается спираль новой гонки вооружений. Наблюдается стремление к продвижению своих подходов в ущерб интересам других участников международного сообщества. Хваленый инструментарий европейской архитектуры безопасности дал серьезную трещину. Европа сегодня стоит на воинствующей стороне. Переживет ли европейская архитектура безопасности текущий кризис? Вопрос. Поэтому сегодня самое время подумать о безопасности в более широком евразийском контексте. В качестве председателя Организации договора коллективной безопасности Беларусь намерена провести в Минске в этом году международную конференцию по проблематике перспектив безопасности в Евразии с целью непредвзятого диалога, направленного на формирование условий для создания устойчивой системы равной и неделимой безопасности с соответствующими индивидуальными и коллективными гарантиями. Рассчитываем на активное участие в конференции женщин, роль которых в вопросах обеспечения мира и безопасности должна повышаться. Безусловно, в вооруженных конфликтах больше всех страдают женщины, особенно женщины с детьми. Все конфликты должны найти свое разрешение за столом переговоров, и женщины должны занимать достойную нишу в миротворческом процессе и быть более вовлеченными в постконфликтное восстановление. Однако давайте будем честными. Разве женщина всегда является только жертвой конфликта? Разве женщина зачастую не выступает его сторонником? И в этом контексте нельзя не затронуть вопрос применения отдельными государствами незаконных санкций, которые не только нарушают международное право и подрывают усилия затронутых стран по устойчивому социально-экономическому развитию, но и негативно влияют на их инициаторов. Именно такие деструктивные волюнтаристские санкции активно лоббируются женщинами. Выходит парадоксальная ситуация. Одни женщины создают прямую угрозу глобальной безопасности, а другие являются их жертвами. Стоит задуматься над такой позицией. Недавно мы отметили Международный день просвещения по вопросам разоружения и нераспространения. Генеральный секретарь ООН призвал женщин как основных воспитателей членов своих семей принимать участие в процессе принятия решений по вопросам осуществления программ разоружения, демобилизации и реинтеграции. Уверены, что чем больше людей получат образование по вопросам разоружения, тем меньше будет предпосылок для гонки вооружений, эскалации напряженности и развязывания конфликтов. И, наконец, мы все поймем, что альтернативный глобальному диалогу по безопасности в духе Сан-Франциско нет. И в этом процессе у женщин также есть роль, которая заключается в созидании и жизненной гармонии.